Перед вами на столе стоит пустая тарелка. О чем это вам говорит? Что первое при виде нее вам приходит на ум? А что если вы увидите человека, который ест несуществующую еду из пустой тарелки? Что вы подумаете тогда, что он либо сумасшедший, либо это какой-то розыгрыш, так ведь? Привет, я Энни Мэджик, а это участники нашего сегодняшнего с вами смешного и гениального эксперимента. Знакомьтесь, киса Алиса, Эйван, Миша, Юми и Софи. И вот прямо сейчас я хочу, чтобы вы в комментариях ответили на вопрос. Наши домашние питомцы сами принимают решение, они самостоятельные ребята? Или все-таки они такие, как папа, мама вот скажут, так я и буду делать? Поставьте плюсик, если вы за то, что они самостоятельные, и минус, если вы за то, что они как дети смотрят на родителей, а потом уже решают, как поступить. Вы позже поймете, зачем мне это нужно. Ну и если вы напишите в комментарии больше четырех слов, потому что теперь другие наш дорогой ютуб уже не воспринимает, это будет для нас самым гигантским подарком. Кстати, про подарки. С сегодняшнего дня в инстаграме моих питомцев Magic Family Pets начинается Giveaways. с очень крутыми призами для вас и ваших животных, которые мы придумали вместе с интернет-зоомагазином Pet Shop.ru. И вы обязательно поучаствуйте. Ссылочку на розыгрыш я оставлю в описании. Там будут очень крутые призы и три победителя, которых мы определим через неделю. Условия очень-очень простые, а эти подарки я буду отправлять сама лично вам вместе со своим письмом и автографом. Ну что ж, думаю, никому из вас тут не надо объяснять, что такое ТикТок. Именно там я впервые увидела видео, которое называется Empty Plate Experiment. Переводится это как эксперимент, пустая тарелка. И сегодня на ваших глазах мы с питомцами со всеми проведем этот эксперимент. И вы увидите, возможно, нечто невероятное. Потому что, когда я это увидела, я подумала, что такого быть не может. И сразу же захотела понять, как вообще это работает. И сейчас некоторые отдельные бомбячие личности с горящими сами, знаете, чем такие? Аня, где полезные советы? Что опять за развлекуха? Что опять за фигня? Но сначала посмотрите своими глазами на эту фигню, а потом поговорим. Я иду за тарелкой. Че это? Да, это тарелка. Дайте угадаю. Что вы подумали вначале, когда увидели тарелку? Еда. Так ведь? Это первая ассоциация. То же самое сейчас подумали и животные. Потому что это инстинкт. Тарелка это еда. Мы научили их тому, что тарелка это еда. Такой ассоциации, как нас этому научили в детстве родители. Но, как вы видите, к пустой тарелке они быстро теряют интерес. Это банально и просто. Но что если я начну делать вид, что в этой пустой тарелке действительно что-то есть и начну кушать из нее? Для чистоты эксперимента мы будем проходить его по очереди. И первой у нас будет Софи. Ммм. Ммм, как вкусно. Хочешь попробовать? Что? Ты что, не видишь? Смотри. Ммм. Да, вот. Вот же. Вот же лежит. На. Ммм. Ммм. Хочешь, чтобы я тебе дала, да? Да? Ну, на. На. Все, доем без тебя. Ты что, не видишь? Иди сюда. На. На. Что такое? Что такое? Оно упало, ты думаешь? Нет, оно не упало. Вот оно. Она думает, что оно либо упало, либо как так. Вкусно тебе было? Надо доесть. Если у вас есть собака, попробуйте провести то же самое. И напишите потом обязательно в комментариях, что получилось у вас. Потому что сейчас я буду проводить этот эксперимент с другими собаками. И будет ли у них такая же активная реакция доверия или нет, мы увидим. И позже еще и с кисой Алисой. Это же на первый взгляд настолько безумно и странно. И чуточку позже я раскрою вам весь секрет. Так что, если вам понравится такая рубрика с экспериментами и объяснениями, ждем от вас гигантский жирный лайк. Пакима, смотри. У меня тут есть тарелочка. Да, в ней еда, конечно. Конечно. Смотри. Ммм, как вкусно. Ммм, как вкусно. Ты тоже хочешь? Тебе тоже дать, да? Ну ладно, я поделюсь с тобой. На. Вкусно? Убери сама. Убери сама. Ты у меня именно из рук хочешь, да? То, что кушаю я, да? Ну на. На. Вкусно? Вкусно тебе. Вкусно, на. Да? На. Вкуснятина, да? Давай в соус помакаем вот тут. На. Ну иди сюда вот. Иди ко мне. Иди ко мне, давай. Ты наелась? Ты наелась, Юмик? Ты еще не наелась? Ну на, сама возьми. Смотри, тут сколько всего вкусного. Вот, вкусно, да? Ай, вкуснятина какая, да? На еще. Ай, на еще. Софи хорошо до тебя доела. На. Доедай, доедай. Ой, вкуснятина. На. Доедай. На. Сама доешь? Что там? Нет ничего? Главное в этот момент очень быть убедительной. А то не поверят ведь. Мне больше всего интересно, все ли собаки будут одинаково реагировать, потому что у всех очень разный характер. Большой выбор тут у нас, чего только нет. Так что, вкусно. Смотри. Дело в том, что Мишка у нас скромняшка и может очень хотеть, но постесняться попросить, да? На. Кушай. Ой, смотри, какая макаронинка. Да, вкусная, да? Ммм. Ой, какая вкуснятина. Уже палец сейчас не откусит, Миша. Да, смотри. Ммм. На, тоже чуть-чуть поешь. Да, вкус. Ммм, какая вкуснятина. Да, смотри. Ммм. Очень интересный момент в этом эксперименте, что когда я ем, я сама ощущаю, как будто я наедаюсь, как будто я уже съела очень много. Ммм. Хотел бы со мной покушать? Смотри, тут какая вкуснятина в тарелке. Ммм. Да. Ты можешь тоже угощаться. Бери. Не стесняйся. Смотри. Хочешь попробовать? Нет? Не хочешь? Ну как же, смотри. Я уже прям объелась. Бери. Сколько хочешь, бери и ешь. Вкуснятина, да? Ну давай, я тебе дам. Держи. 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 Вкусно? Вкусно? Бери. Бери и кушай. Давай. На. На. По-моему, Эйвен просекает фишку. Все-таки возраст дает о себе знать, мудрость веков. Еще очень зависит от характера собаки То есть Эйвон, в отличие от Юми или Софи, например, не пищевик Его даже дрессировать сложно на вкусняшку И поэтому еда его меньше всех интересует Уже совсем скоро я раскрою секрет этого эксперимента Но мне тут пришла мысль А что если попробовать то же самое с кошкой? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Даже кошку, как вы видите, этим экспериментом можно немного смутить Но далеко не так, как собаку Потому что они намного более независимые животные И у них другая психология И это тема отдельного видео А теперь, дорогие, те самые бомбящиеся из-за развлекательных роликов Пользу можно приносить разными способами И в чем же секрет? Неужели в том, что чем-то намазаны руки или тарелка пахнет? Нет, все дело в психологии Я не хочу вас грузить всякими лишними научными штуками Но как это работает? Короче, в Венгрии, в Будапештском университете имени Лоренда Эдвиша Существует отделение этологии И там работают ученые, которые исследуют особенности поведения собак и волков И вот эти умные ребята провели очень интересный эксперимент Собакам предлагалось две закрытых миски В одной было лакомство, а в другой нет Для этого эксперимента собакам специально не показывали, что в одной из мисок есть лакомство Чтобы собака, по сути, применила свое обоняние И вы сейчас такие О, Господи, как это вообще связано с секретом пустой тарелки? Это объясни! Так вот, у собаки есть вкусовые ощущения, слух, зрение Но самое главное это нюх, обоняние И по логике, любая собака должна была выбрать ту миску, где находится вкусняшка Потому что она пахнет Но в эксперименте этих ученых был один нюанс Рядом стоял человек Чаще всего хозяин Который показывал на пустую миску И убеждал собаку, что лакомство лежит именно там То есть она стоит, выбирает между пустой миской и миской, где есть лакомство Но хозяин говорит Вот тут лакомство, вот тут вкусняшка Возьми вот эту, вот там, вот там И собака в большинстве случаев Причем эксперимент проводился на породистых собаках На беспородных, на маленьких, на больших, на самых разных Выбирала ту миску, на которую указывал человек А знаете почему? Потому что это домашняя собака И вы сейчас во второй раз такие Как это связано? Именно вот так вот рука-лицо выглядела я, когда я видела эти видео с пустой тарелкой в ТикТоке, а потом уже в Ютубе И я захотела найти этому объяснение и объяснить вам Так вот, в дикой природе животные пользуются своими обычными вещами Обонянием, зрением, слухом Но в обычной домашней жизни им это практически не нужно Мы их кормим, поим, заботимся о них, оберегаем их И поэтому эти их качества мало того, что становятся хуже со временем А еще есть я, ты, мы, все люди И те собаки из эксперимента вместо того, чтобы полагаться на свой нюх, полагались на человека Она оценивает окружающую среду именно больше по поведению хозяина И это и есть секрет с пустой тарелкой Собака больше доверяет моему поведению, чем своему обонянию и зрению То есть она видит прекрасно, что тарелка пустая Но раз я из нее ем, значит там что-то есть То есть, кратко, современная домашняя собака Предпочитает доверять в большей степени поведению человека А не своим органам чувств Для меня, как для человека, у которого 4 собаки И некоторые из них живут со мной по многу лет Факт, что они берут большую часть информации об этом мире Из моего же поведения, а не от своих инстинктов, рефлексов и органов чувств Был очень удивительным и шокирующим И я лично для себя сделала вывод, что это можно и нужно использовать в нашей совместной жизни Например, когда какая-то стрессовая ситуация Если я буду усю-сюкать или люкать Или вести себя наоборот нервно, напряженно и агрессивно То собаки это почувствуют и будут соответствовать этой ситуации Если же я буду вести себя адекватно, ровно, спокойно, так же, как обычно Они, возможно, этого стресса даже не почувствуют Даже если вокруг все взрываться нафиг будет Ну, это я, конечно, преувеличиваю Ну, или использовать этот момент в дрессировке Что прежде, чем собаку чему-то научить, надо показать, как это делать Вот если, например, хочешь научить ее ходить с змейкой Просто встанешь и скажешь Иди! Она ничего не сделает Но если ты сам с ней вот так вот пройдешь Она такая О, окей, я поняла Дружочек, спасибо, что показал Короче, оценивать ситуацию, окружающую обстановку И делать выводы об этом мире Ваша собака будет по вашему поведению Так что контролируйте-ка свое поведение в присутствии собаки Потому что они, получается, как дети Смотрят на вас и решают, как им поступать и что делать В общем, надеюсь, вам понравилась эта рубрика И вы поставите много лайков, чтобы она выходила чаще Напишите интересные комментарии Подписывайтесь обязательно на наш канал И вот там внизу ссылочки на новый ролик на канале питомцев И на розыгрыш в инстаграме крутых подарков для вас и ваших питомцев Увидимся скоро в новых роликах